Как и обещали подробности, продолжают рассказывать о ситуации, сложившейся с назначением судей касационных судов Верховного суда Украины. Напомню, еще в марте к работе должны были приступить 120 новых служителей Фемиды. Однако кресло до сих пор пустует. Кто стоит за попыткой нарушить работу судов и в чьих интересах затягивают конкурс, смотрите далее в сюжете. Верховный суд Украины рискует остаться без судей. Еще три месяца назад должен был завершиться конкурс на назначение 120 судей касационного, административного, хозяйственного, уголовного и гражданского судов. Однако кресла пустуют до сих пор. Юристы обвиняют в этом общественный совет добропорядочности, который участвует в отборе судей. ОСД пользуется, злоупотребляет своими правами. ОСД непосредственно заангажировано в том, чтобы они набивают себе какие-то политические бонусы. Они пытаются получить, наверное, дополнительно какие-то гранты для того, чтобы дальше проводить какую-то работу. Но у них не прослеживается цель создания эффективной судебной системы. Общественный совет добропорядочности – организация, в которую должны были войти юристы, бывшие судьи и эксперты, которые могли бы дать независимую оценку каждому из кандидатов на пост судьи. Однако в итоге большую часть членов совета составили гражданские активисты, некоторые с сомнительным прошлым. Один из членов общественного совета добропорядочности – Михаил Жернаков. В 2012 году был назначен Виктором Януковичем судьей Винницкого окружного административного суда. Более того, по данным журналистов портала «Резонанс», мать Жернакова – судья Харьковского административного апелляционного суда Ольга Минаева и в ее декларациях элитные автомобили стоимостью десятки тысяч долларов, квартиры и дома общей площадью более 500 квадратов. Еще один одиозный член Совета добропорядочности – Владимир Козленко. Адвокат и бизнесмен в прошлом году, ставший участником скандала, забыв указать в декларации о доходах, 9 своих фирм с капиталом больше миллиона гривен. Более того, еще в 2008 году против руководителя одной из компаний-бизнесмена было открыто уголовное дело за продажу разбавленного бензина. Многие обвиняли членов Общественного совета добропорядочности и в лоббировании интересов депутатов от Народного фронта, в частности, нардепа Леонида Емца. Вся работа Общественного совета доброчестности наполнена двойными стандартами. Требуя что-то от органов, от ВККС или ВРП, открытости, отчетности, они сами такими не являются, я имею в виду Общественный совет доброчестности. Они не дают информацию по поводу методик, они не дают информацию и ответы на запросы, они не хотят дать информацию и быть открытыми по поводу того, что какими же критериями вы пользуетесь при оценке кандидатов. Работу Общественного совета добропорядочности жестко раскритиковали и в Совете Евросоюза. В отчете европейцев говорится, что активисты и бизнесмены не могут оценивать профессиональные качества судей, а сокрытие критериев отбора несет угрозу независимости судебных органов. В этом Общественном совете на две трети нету даже людей с юридическим образованием. Они же не пригласили действующих адвокатов, которые каждый день в процессе. Они пригласили Рому Маселко, который был сотрудником банка, всю жизнь работал с контрактами банковскими, личные счеты сводит Титыч. У него было очень много уголовных дел, сейчас Печерский суд слушает. Еще вчера член Общественного совета добропорядочности Наталья Соколенко отреагировала на наш прошлый материал на своей странице в Фейсбук. Заявила, что подробности не предоставили слова членам совета, а в частности Виталию Титычу. Хотим отметить. Мы пытались получить комментарий от представителей Общественного совета добропорядочности, однако в телефонном разговоре координатор совета Виталий Титыч отказался давать комментарий на камеру, пообещав вместо этого прислать письменный ответ в нашу редакцию. Мы готовы предоставить членам Общественного совета возможность изложить свою позицию в этом конфликте. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер.